Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Анастасия Гарбер и мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в столице на пожары ИЧС спасатели совершили около двух тысяч выездов. На пожарах погибли 15 человек, в том числе один ребенок. 29 из них двое детей пострадали. Из опасных зон работниками органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям были спасены и эвакуированы более 1800 человек. Далее об этом подробнее. Минск чрезвычайный. Началась неделя в городе спокойно. Серьезных по своим последствиям ЧС в суточной сводке понедельника не зафиксировано. А вот во вторник около 10 часов утра переполоху в городе наделал подозрительный запах дыма на станции метро Площадь Победы. На место оперативно прибыли сразу 10 пожарных расчетов, так как метрополитен – это объект повышенного внимания и сюда высылается сразу большое количество подразделений, независимо от характера сообщения. К счастью, серьезность ситуации не подтвердилась. Причину запаха дыма спасатели быстро установили и ликвидировали. Оказалось, что запах гари появился в результате оплавления изоляции электропроводки кондиционера, расположенного в подсобном помещении. Эвакуация пассажиров не потребовалась, а сам инцидент никак не повлиял на работу столичного метрополитена. Также во вторник, но уже днем, вредная привычка покурить вновь стала причиной пожара. На этот раз ЧП случилось в одной из комнат трешки на пятом этаже в доме на улице Желуновича. Оперативно прибывшие на место вызова работники МЧС ликвидировали возгорание. Виновником пожара и в результате этого порчи домашнего имущества стал 41-летний сын хозяйки апартаментов. Картина пожара была бы неполной, если бы мужчина был трезв, но он находился в состоянии алкогольного опьянения. Минск чрезвычайный. В четверг сразу два пожара случились в заводском районе столицы. Около восьми утра огонь вспыхнул в жилом доме на улице Убаревича. В одной из квартир произошло оплавление изоляции электропроводки стиральной машины LG 2009 года выпуска. Оперативно прибывшие спасатели в считанные минуты ликвидировали возгорание. Предполагается, что причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. Напомним, что по статистике причиной каждого шестого пожара в республике является именно нарушение правил эксплуатации электрооборудования. МЧС призывает – соблюдайте меры безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Не перегружайте электросеть. Чем меньше электроприборов работает одновременно, тем безопаснее. Для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами. Перед использованием электроприборов внимательно изучите инструкцию по эксплуатации. Второй случай произошел в четверг уже около 16.00 в доме на улице Илимской. Скорее всего, в результате поджога на пятом этаже восьмиэтажки загорелась обшивка входной двери в тамбуре. Кому насолили здешние жители, установят следствие. К счастью, в обоих ЧП никто не пострадал. Минск чрезвычайный. Поздно вечером в субботу 81-летняя жительница сообщила в 101 о пожаре на собственном балконе в доме по улице Глебки. Оперативно прибывшие спасатели ликвидировали последствия от брошенного с выше расположенного этажа окурка. К счастью, огонь в квартиру не проник и никто не пострадал. И снова риторический вопрос. Когда же, наконец, курильщикам дойдет, что небрежно брошенная сигарета серьезно угрожает безопасности окружающих их людей? Если вам не повезло с соседями и брошенная с верхних этажей незатушенная сигарета стала причиной пожара на вашем балконе, в этом случае незамедлительно вызывайте спасателей, а до их приезда попытайтесь потушить возгорание подручными средствами, например, водой, стиральным порошком или песком. Если огонь набирает силу и ваши усилия тщетны, то немедленно покиньте балкон, плотно закрыв за собой дверь, чтобы огонь не проник в квартиру. Закройте все форточки и двери, чтобы не было сквозняка. Обязательно предупредите соседей с верхних этажей, что у вас пожар. Как бы банально ни звучала фраза «пожар легче предупредить, чем тушить», она не теряет своей актуальности. Поэтому соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите себя и своих близких. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.